Так, привет-привет! Сейчас слышно, видно? Мне кажется, немножко более загорело, чем в прошлом эфире. В Бали как-то не проходят мимо. Так, ну пока я жду, пока вы насыпетесь туда-сюда, потому что не все одновременно приходят. Как показывают, практика небольшая, водная. Во-первых, у эфира будет запись, поэтому водные не пропадят. Короче, привет, привет всем, да. И по традиции махать буду штучкой внизу. Да, Анечка, друг, привет. Мы сегодня про Burning Man говорим, про фестиваль... Ну, нельзя говорить фестиваль. Это событие, которое происходит раз в год в пустыне Невада, в Штатах. И я в этом году побывала-таки на нем, хотя давно хотела, может быть, лет пять уже назад. И, наверное, в том возрасте было бы, наверное, еще более интересно туда попасть, потому что, ну да, такое уже... Ой, прям родня посыпалась. Привет-привет всем. Так что, да, сейчас сегодня будет интересно. Короче, рассказываю про фестиваль. Я буду называть его словом фестиваль, потому что... Ну, все-таки это некое мероприятие, созданное людьми, но есть большая разница. Большая разница в том, что создают его люди... Ну, там нет каких-то специальных организаторов. То есть кто что туда принес, так и будет. Есть некая централизация, но фишка в том, что в зависимости от тех участников, которые приходят на фестиваль, так именно... Ну, кто приходит на Burn, таким он и будет. Да, именно без всяких там яких. Соответственно, это сильно зависит. Всем привет-привет-привет. Так вот, есть хорошая новость. Я разыграню большой приз. Я его сейчас не покажу, я его покажу попозже, чтобы прониклись чем-то такое. Но приз будет за лучший вопрос, который будет в комментариях. Да, можно ставить лайки. Спасибо большое за это, потому что это будет продвигать-продвигать и показывать людям, которым интересно, что они могут прийти посмотреть. А за лучший вопрос я в конце просмотрю, что там было и как, и выпишу такие. Приз, я не знаю, если это будет Москва, то его лично привезу. Если где-то более другое место, найдем способ передать. Это не вопрос. Вот. Но приз непосредственно с самого Burn'а. То есть прямо-прямо из пустыни, прямо ближе некуда. Так вот, что за фестиваль? Вот, кстати, мне на глаза попалась такая штука. У меня визуала будет мало, но я покажу. Вот так выглядит сожжение того самого человека. Почему забыть называться Burning Man? Потому что однажды чувак там пошел и сжег на пляже чучело своей бывшей. Всем это понравилось. И они говорят, а давай мы теперь будем собираться на этом пляже. Ну что, так было дело. И дело так периодически. Они начали собираться, потом как-то, ну, невероятно. Это масштаб приобрело. Сейчас, в конце августа, собственно, каждый год собирается, вряд ли, где-то 80 тысяч человек. И, ну, как бы, там все это варится. В чем интересность, да, почему поехать стоит вообще любым человеком? То есть там пьешь, не пьешь ты там, не знаю, какими-то другими частами развлекаешься или нет? Я не видела аналогов в мире. То есть город, который существует всего год, ну, так, не знаю, раз в год, там, буквально, не знаю, неделю какую-то, очень тяжело повторить где-то. Хотя есть аналоги. Есть аналоги в Австралии, даже сейчас в Китае, где я живу. Здесь есть Dragon Burn, так называемый. Ну, правда, всего на три дня, и всего люди туда приезжают, я не знаю, может, человек 600. Не 80 тысяч, конечно же. Поэтому я бы съездила все-таки на оригинальный, если есть возможность. И почему я провожу эфир сейчас? Где-то в январе, ну, вот уже, да, сейчас начнется пресейл. То есть первая волна покупки билетов. Все-таки их волны четыре. Я сейчас не буду рассказывать все то, что можно найти в интернете там про Берн, потому что все, кто, кому не лей, написали про билеты, что с собой брать, там, бла-бла-бла-бла-бла. О, Свет, мы про Берн. Вот человек был на Берне, мы с ней пытались словиться, но так ничего не вышло. Так что, да, хоть здесь. Так что, да, добавляй свои пять копеек. Я просто не хочу, да, повторяться с интернетами, потому что куча влогов есть на эту тему. Я хочу рассказать то, что в интернетах не пишут, то есть какие-то ощущения изнутри. И если вы будете накидывать какие-то вопросы от себя, будет круто. Соответственно, ну, про что стоит рассказать. Все почти, кому говоришь. Я был на Берне, все говорят, наркота, да, много наркоты. Много. Ну, то есть, если быть правдивым, то да, наркоты хватает, но, скажем так, там настолько активности много, что как бы ты можешь без этого совершенно спокойно обойтись. Я помню, мы приехали, мы не успели въехать, тебя на входе встречают люди, которые, ну, ты можешь билеты получить, да, непосредственно. Невозможно встретиться с друзьями на Берне, да. Хотя у меня получилось. Ну, правда, с новыми скорее, чем со старыми, но тем не менее. И можно узнать некоторых людей из Инстаграма, да. Они там очень в большом количестве. Я встретила девочку у Маши Кёрлихаусу, которая шмотки покупает всякие разные. И ее молодого человека, соответственно. У них свадьба была прям там, прям в пустыне. Ну, как бы, это еще, кстати, один формат свадьбы, наверное, которые максимально отзываются. Когда ты просто собираешь людей, вы идете просто в центр пустыни, там стоит какой-нибудь красивая надпись «Лава» или что-то такое. И просто рандомные люди, которые проходят мимо, там, с вами «Эй, там, ура, класс!» Все. То есть без всяких вот этих вот церемоний на 80 человек, там, и так далее. Правда, немножко заряне надо озаботиться, насколько я знаю, там, бумажками, чтобы вот получилось. А, но, значит, я про активности говорила. То есть очень много всего, что можно поделать. Единственное, наверное, что, ну, я жалею... Ну, как-то не то, что я жалею, но единственное, что, наверное, вещества могут помочь сделать, это быть сразу в двух режимах, в дневном и в ночном. Потому что очень тяжело, как бы, вообще не спать восемь дней. Ну, то есть, там, события идут восемь дней, и ты, ну, днем одни события, там, всякие мастер-классы, какие-то там, кто концерт внезапный посреди пустыни, там, кто-то Queen перепевает, какой-то оркестр играет, что-то, там, какие-то такие истории, с одной стороны. А с другой стороны, ты понимаешь, что близко, ну, ночь близится, начинается там диско-режим, народ-любитель, там, потанцевать и так далее. Все, открытая пустыня, приезжает какая-нибудь машина, которая называется арт-кар, прямо из нее фигачит музыка, вокруг нее танцуют люди, и эта дискотека перемещается прямо по пустыне, как с одной стороны. С другой стороны, звезды, да, там, ну, их, наверное, из-за светки не всегда видно, но если ехать подальше, то видно. И, как бы, это особая атмосфера, и ночью все арт-объекты горят, подсвечены, что, как бы, некоторые, ну, арт-объекты днем-то едешь, думаешь, что за хрень стоит, ну, просто непонятно, какие-то палки. Приезжаешь ночью, а там какая-то безумная световая штука-то такая, просто, ну, то есть ночью очень много арт-объектов выглядит совершенно иначе. Например, кстати, залезьте ко мне в сториз, там есть куча этих объектов, которые, ну, это же Burning Man, собственно, там много арт-объектов с огнем, и какие-то арт-объекты просто, ну, например, у нас был огромный орган, и любой человек мог подойти, сесть, играть, собственно, на клавишах, и сзади не он, это огромные железные конструкции, начинал вырываться огонь, и, как бы, это, ну, это и выглядит, и звучит просто феерически, и это все посреди гребаной пустыни. То есть это, наверное, те моменты, когда стоит съездить на фестиваль, просто потому что ты понимаешь, насколько человечество может быть прекрасно. Ну, то есть, да, мы там убиваем нашу планету и так далее, но когда ты видишь, что люди могут создать ради этой недели, быстро, как бы, организовались, собрались и сделали, ты просто думаешь, вау. Ну, потому что я знаю, что там дома, ну, в России, да, там некоторые дороги не могут построить по нескольку десятков лет, и так далее, по разным причинам. Здесь же люди хотят, люди тут и делают, это очень круто. Вот. Про, я не знаю, немножко про атмосферу, то есть что еще, наверное, покупает людей туда ехать, это, ну, я не знаю, безусловно, любовь, что ли. То есть ты приходишь в пространство, где люди по какому-то причине просто тебе рады. То есть ты можешь выглядеть как угодно, говорить на каком угодно языке, ну, желательно тоже на английском, потому что, иначе будет тяжело понимать других, и ты каким-то образом волшебным просто приходишь, тебе все говорят, привет, у нас есть вот это. И, ну, то есть каждый приносит пространство, то, что у него есть. Кто-то выстраивает там бар и наливают напитки, кто-то, я не знаю, делает какие-то мастер-классы и так далее, ты просто заходишь в этот момент, тебе там не отчитывают ничего, тебе говорят, привет, дресс-код вот такой, иногда дресс-код голый, ты такой, неплохо. Ты понимаешь, что люди там уже, в общем-то, сидят готовенькие в таком виде. Ты думаешь, ну, ладно, интересно. И ты можешь выбирать для себя, да, приходить или нет, но в один момент настолько всего происходит, что просто приехав туда, даже, ну, трех процентов, мне кажется, тяжело очень застать в плане активностей. Как проявляются, ну, какие-то, не знаю, штуки, касаемые про любовь, да, ну, то есть, я не знаю, со самого въезда, ты подходишь, там билеты, которые ты покупаешь онлайн, билеты лучше покупать в марте на основной распродаже, которые требуют сразу организм, ну, зарегистрироваться на Burning Man.org и на Ticketfly сразу. Дедули с Флореной, кормили блинчиками. А в каком кэмпе свет? Вспомни, я сейчас про кэмп расскажу, что это такое. Короче, ты приезжаешь, ну, ты можешь выбрать Will Call, это означает, что ты забираешь свой билет непосредственно на въезде, что как бы удобно, если ты не из Штатов, потому что доставка только по Штатам. И ты приезжаешь, они такие, hello, типа, тра-та-та, что, говорит, хотите? Я говорю, билет хочу, они говорят, на что? Я говорю, Burning Man, такие, Burning Man? Нет, не слышали. То есть, ты понимаешь, что народ абсолютно на фане везде, работают на этих кассах волонтеры. Это, кстати, бесплатный способ попасть на Burning Man, если как бы совсем, ну, там, с деньгами напряг, но при этом есть много времени. Это шанс, потому что ты тратишь времени, ну, там, до начала фестиваля и после, там, на уборку и всё такое, но как бы круто. А, просто стояли на дороге, это круто, кстати, потому что, да, я помню на рассвет, ну, ты выезжаешь, есть обязательная вещь, это рассвет, и народ обычно ещё не заканчивает усить, идёт встречать рассвет в определённые места. И это очень, кстати, когда, ну, как бы, кафе не предусмотрено, ну, просто какие-то люди просто понимают, что, наверное, люди будут хотеть жрать, выходят и начинают готовить азиатскую лапшу, гриль, ну, сыр на гриле, какие-то блинчики, он, Светка говорит, кормили. И это просто, ты такой идёшь и говоришь, господи, люди, я вас люблю, спасибо. Они это делают абсолютно бесплатно, там нет никакого бартера, ничего, то есть ты ничего не должен давать взамен, ничего. Ты просто, когда находишься в такой атмосфере день-два, даже если ты ничего, как бы, ну, особого не привёз с собой, хотя обычные какие-то маленькие сюрпризыки все привозят, ты просто понимаешь, что, блин, я хочу начать отдавать что-нибудь, что я умею, господи, сосиски ещё. Ну, кого сосиски, да. Ну, то есть кто-то отдаёт едой, кто-то, я не знаю, чем-то, чем угодно тебя угощают по дороге, главное, да, не перегнуть с угощениями. Я помню, да, мы только въехали, на входе тебя встречает человек, который говорит, вы что, первый раз? Мы такие, да, говорят, ну-ка, выходи. Тебя обваливают в пыли, ты делаешь такого ангелочка в пыли и так далее, и как бы происходит такое, что ты начинаешь погружаться, во-первых, ты сразу привыкаешь к мысли, что ты грязный, ты будешь грязный всё время, пыль будет везде, и в мозгу в том числе, и это, наверное, та вещь, которая, ну, не самая здоровая в этом плане, потому что, ну, условия, конечно, достаточно дикие. Хотя я бы сказала, что вот если бы не пыль, всё остальное вообще бы не палило, потому что в августе дом, ну, днём жарко, днём, по-моему, жара, ночью прохладненько, то есть на самом деле есть контраст, то есть нет такого, что постоянно вознемождение, пота и там какое-то и так далее, но ты всё время в пыли. Мыться особо негде, хотя некоторые кэмпы предлагают, чтобы у них можно было мыться, там, не знаю, такие две сиськи на полу, ты их давишь и так далее. Но есть более, там, интересный способ пройти общее омовение, это кэмп, ну, кэмп — это некая, да, организация людей, которые что-то, ну, какую-то там предлагают историю, плюс ты можешь к ним вписаться и с ними это делать. Был комп, что там, фоам, экспириенс, как-то так. Ну, короче, они загоняют эфиры для безработных в 12.00. Слушайте, эфиры для тех, у кого есть обед, тот уважает своё время и, несмотря на то, что он работает, может выйти на обед и часок поразвлекаться, послушать и пообщаться. Так что, да, welcome. Так вот, фоам, экспириенс, ты приходишь туда, и они говорят на входе, говорят, если вы будете фотографировать, мы, говорит, ваш телефон засунем вам в задницу, поэтому, пожалуйста, убирайте свою технику и наслаждайтесь процессом. Вы там, кстати, час очередь, в процессе очереди к тебе подходят люди с массажными аппаратами, которые, не знаю, тебе там подходят и массажируют тебе плечи, задницу, ещё что-то. Ты стоишь, господи, ну просто кто-то подходит, и это просто лучшие люди. У них есть вапорайзер, ну вот эти штучки, которые воду разносят. И ты просто стоишь, тебе подходит спреем на лицо, то ты водой с ментовым, боже, это такой кайф. Ты говоришь, господи, человек, я люблю тебя. Потом ты заходишь внутрь, и там играют диджей, везде вообще играют диджей какие-то. Какие-то художники, причём очень именитые художники, что-то там рисуют. Какие школьники, ребята, вы все-таки... Ну вот вы знаете, что бывает в мире взрослом, чтобы вам мотивация, как это, закончить всё это дело и прильнуть. Так вот, вы заходите, там какие-то рисунки, там мартра-та-та, народ голый, короче, целая толпа, просто пляшет под музло, и ты не понимаешь, почему они, ну там стоят гелят для душа, всякие шампуни, они просто на себя ещё сухих, ещё всех в пыли, просто носят на себя гель, какие-то пытаются что-то растирать. Короче, это такая мыльная, ну то есть, такая возможность помыть совсем массово. Там же внутри, причём-то огромный шатёр, опять же, построенный посреди пустыни. Там стоит двухэтажная такая конструкция, и на втором этаже этой конструкции, ну то есть, это как коробочка такая стеклянная, ты всё видишь, что происходит, и там наверху стоят люди, которые... У них в одной руке, значит, штука, которая, ну, мыло, выдаёт прям пену, вторая штука выдаёт, ну, струю вага достаточно мощную. И они тоже такие танцуют, значит, к ним вот у коробки стоит очередь, заходят люди пачкой, они такие 3, 2, 1, типа ready, и просто всех поливают пеной. Народ танцует, одновременно пытается намылиться, что-то там тра-та-та, в какой-то момент и всё-то намылено, и причём они говорят, никого не трогать руками, это, говорит, это не, там, какое-то мероприятие по, там, не знаю, увеличению населения земли, поэтому, если никто тебя не просит, никого не трогать, поэтому все, как бы, очень такие спокойные на эту тему. А потом вас поливает всех радостно водой, и вы нас... Это такое освежающее мероприятие, что я просто не могу передать, но это ещё очень весело. И вы выходите, ну, как бы, там, у меня нет стеснения есть, и вы такие... Просто хочется танцевать, я не знаю, у меня были длинные заплетённые волосы, и я этими волосами вот так со всех обдала водой, ещё раз все довольные. Мы, короче, на второй круг зашли, и было прикольно. Так что, вот такие штуки есть, и такие штуки как-то нигде не прочитаешь. Но, когда ты едешь первый раз, я очень советую поехать с кемпом, вот с каким-нибудь таким или каким-то другим, потому что, во-первых, там есть люди, которые очень давно уже ездят, и есть люди, которые ездят, там, по 16 лет подряд, и это имеет смысл, потому что каждый раз берут у тебя новый, и там новые активности, новые кемпы, и так далее, и тому подобное, и, не знаю, всё новое. Поэтому есть смысл. Поэтому, как это, какой-то кемп надо выбрать для себя с точки зрения тематики. То есть, я не знаю, у нас был кемп, который просто делал, мы назывались спагетти-бурридо, мы просто один час сорвали, ну, то есть, там, служили нам, по сути, для всего этого мероприятия за неделю, потому что, ну, всё настолько по-раздолбайски иногда сделано в некоторых кемпах. Некоторые кемпы очень организованно подходят к, ну, там, какому-то этому мероприятию, то есть, прямо, не знаю, стоит барная стойка, и они говорят, мы там сорваем мохито, и мохито в пустыне, мохито со льдом, кайф. То есть, и там девочки, почти как в гадком койоте, ходят такие, все красиво наряженные, играют музыку, но у них всё очень организованно, там огромная очередь всегда. Кемпы вроде моего, они были такие, очень, ну, на релаксе. Мы даже, когда что-то было там в расписании нашего кемпа, типа, сегодня в 4 часа встречаемся, я говорю, ребята, это группа Лан, они говорят, it's not a plan, it's intention. Ну, типа, я эту фразу вообще забрала в жизнь, типа, это не план, это некое намерение, да, как бы, а там как повезёт. Ну, и обычно там четверть людей приходило, как бы, кому что-то надо, кому остальному не надо, ну, там, все очень к этому относятся. Поэтому люди, по сути, находят себе кемпы, насколько им хочется быть, ну, там, в потоке именно, ну, что-то отдавать, прямо в качестве кемпа, да, либо там более лайтовое что-то. И плюс ещё многие кемпы выставляют ценник, как ни странно, да, там, по-моему, потому что билет стоит, ну, если нормальная цена для 450, там, вместе с налогом 490 баксов, есть билеты, ну, мы покупали за полторашку изначально, потому что, ну, потому что люди, ну, не люди, людям перепродавать, это не в культуре Бёрдинг-Мэна. То есть, если ты не можешь поехать, ты, ну, перепродаёшь свой билет по себестоимости. Но есть люди, которые не очень, ну, там это правило, как-то окей с этим. Мне вообще удивительно, как они до сих пор на Бёрдинг-Мэн ездят, их оттуда не выперли. Есть люди, которые, ну, каким-то образом почему-то воруют велосипеды. Например, потому что ты с собой покупаешь велосипед, иначе передвигаться очень тяжело, ну, очень большие расстояния, и там транспорта, как бы, кроме арткаров, нет. А арткар любой ездит рандомно. У них нет обычно никакой траектории, они просто вот ел, и им нравится. Кто-то хочет, запрыгивает, с ними едешь, потом хочешь, выпрыгиваешь, всё. Поэтому, если ты куда-то конкретно доехал, тебе нужен велик, и, как бы, велики все пристегают, потому что есть люди, которые просто прям за минуту могут увезти, у нас у другого увели, и это было неприятно. Вот, но в целом, ты покупаешь билет, да, там в марте желательно уже билеты вам завестись, ты покупаешь vehicle pass, это если ты едешь на машине, а лучше это делать на машине, и люди, многие приезжают, арендуют вен, какой-то там RV, да, и так далее, либо влезают к кому-то, если ты не едешь ни на машине, у Сан-Франциско ходят автобусы, как можно автобусе добраться, и там уже самому. Но придется все свои шмотки на себе тащить, а это, как бы, не очень удобно, потому что, ну, во-первых, у тебя с собой палатка, во-вторых, у тебя с собой еда на всё время, и вода, что важно, потому что вода, ну, я бы сказала, что есть особо неохота, и даже если ты, мне кажется, вообще с собой еды не привез, ты голодным не останешься, ты постоянно найдёшь, где пожрать. Ну, как бы, если все 100% людей, так приедут, наверное, вряд ли, но какие-то отдельные случаи, да. Но, как бы, ты ведёшь с собой воду, и расчёт там очень пролечен, там, по-моему, 4 литра в день на человека рассчитывается, потому что это вода не только для питья, хотя ты выпьешь это, даже больше, 7 литров на человека. Короче, есть же ещё, ну, надо что-то мыть, иногда ты захочешь постирать какие-то вещи, сливать на землю ничего нельзя, иначе пятна останутся, и это очень такое осознанное комьюнити в плане того, что они не хотят, чтобы оставалось какое-то дерьмо на полу, поэтому все очень серьёзно относятся к этому правилу. Я, ну, видела некоторых людей, которые не сильно серьёзно относятся, но там есть, скажем так, бэкап в качестве волонтёров, видимо, которые потом подчищают за теми, кто не сильно там осознанный. Вот, но в целом, мне кажется, мероприятие позволяет людям, ну, не то, что, мне кажется, спрашиваю людей, как тебя поменял Бёрнг, ну, я там стал более осознанно относиться в целом к окружающей среде, я говорю, даже когда, когда, ну, не очень там каким-то образом раньше было осознанно в плане там убирать за собой и так далее, в плане природы, сейчас, говорит, да. Да, Света, стирать. У нас была, спасибо, спасибо, красивая. У нас была такая штука, я купила шампунчик, самый недешёвый, наверное, который я нашла для своих волос, чтобы они потом восстанавливать, их привезла с собой, и в какой-то момент, когда я приехала, ну, обратно к машине, где мы с Ольгой были, ну, с подружкой, она стоит, она чем-то стирает, стоит, я говорю, а чем ты стираешь, кстати, о птичках? Она говорит, а шампунем, говорит, твоим. Я говорю, знаешь, сколько он стоит? Просто, ха-ха, ну, потому что у тебя всё подручное, ты делаешь, простите, из говна конфету каждый момент, поэтому, ну, это прикольно, атмосфера очень забавная. Кстати, по поводу того, где жить, и всё такое, то есть, если ты присобачился к кэмпу, я бы всё-таки искала кэмпы, которые, более-менее, бесплатно, ну, позволяют тебе быть их частью, просто за помощь, то есть, ты приходишь помогать, там, в каком-то деле, который есть, там, привносишь что-то своё, и стоишь с ними, потому что есть кэмп, по которому можно с 10 тысяч долларов встать, там, да, наверное, может, это будет близко к гостинице, но есть ощущение, что, ну, ты приходишь на Бёрн не из-за того, что ты хочешь комфорта, поэтому, как бы, на мой взгляд, нормально жить в палатке, но палатке Ростовой, то есть, куда можно зайти, полный рост, потому что у нас была маленькая палатка, и мы даже в твоём нюне вместились спать, и я в итоге спала со второй ночи, где придётся, ты просто идёшь, в какой-то момент понимаешь, что, ну, вот, был какой-то бар, там диваны стоят и так далее, очень много мебели народ привозит, так не странно, в пустыню, там, куча всяких диванов, кресел и так далее, я просто помяла, что, ну, всё, бар уже закрыт, он, видимо, дневной, слава богу, там, тихо, я лягу, ну, я как бы, буду спать, и я пришла, о, кстати, Света, расскажи в комментариях, а кто за 30к баксов стоял в кэмпе богачей, мне интересно даже, что они за эти деньги предлагают, значит, ты приходишь и, господи, а, я пришла спать, я, мне кажется, поспала два часа, я так, ну, надела себе масочку, так наушнички вставила, проснулась от того, что по мне пляшет 200 мужиков в пачках, в балетных пачках, и шампански, потому что там было шампинь пари, и с утра пораньше, я поняла, что уже рассвет, и я так немножко маску сняла, отползла в сторону, но в целом, как бы, есть отдельный хэммкэм, где прям, ну, гамаки висят на любой момент, можешь прийти почилить там, то есть, ну, даже если ты, ну, очень хреново подготовиться в плане, где спать, ты найдешь место, где спать, все нормально, с блонджеком и моделем Виктория Сикрет, о, господи, то есть, ребят, у кого есть бабки, вперед. В целом, бюджетная обстановка, ну, в кэмпе, ну, смотри, наш кэмп был вообще бесплатный, но это было по знакомству, потому что были там, друг друга, который там, бла-бла-бла, который, ну, позвал тебя, и ты пришел, просто в кэмпе притусил. Есть кэмп, которые говорят, давай 200 долларов, но мы ничего не предоставляем. Есть кэмпы, которые говорят, 1000 долларов, мы предоставляем что-нибудь, например, там, завтраки и душ, но на самом деле, на мой взгляд, вообще это все не надо, потому что даже если кэмп не говорит тебе, что мы будем все рвать, типа, завтраки, обеды и так далее, ну, не надо тебе, ты не будешь сидеть в кэмпе все это время, то есть, если вы не будете работать в кэмпе, ты будешь проезжать мимо, смотреть расписание, которое всем выдают на въезде, плюс есть приложение про Burning Man, и, что-то не помню, как называть, что-то там, что-то там, короче, я его там могу скинуть, если интересно, в личку напишите. В этом приложении есть все расписание, где конкретно это происходит с адресами, потому что есть адреса, это целый город, да, там есть адреса, и ты просто едешь, говоришь, господи, вот сейчас, конкретно сейчас, в приложении прям по времени, где пожрать, тебе говорят, вот здесь сейчас, там, не знаю, жареный сыр, там, не знаю, бургеры и так далее, ты говоришь, прекрасно, где-то свежайшая выпечка, где-то там, что-то еще, он с этой говорит, что есть кэмп с 500 баксов, плюс ты работаешь, предоставляют еду и душ, вам нужен был душ, честно, скажи мне, я вот один раз за всю смену помылась, ну, полностью, остальное все у тебя месечковая история, у тебя куча салфеток с собой влажных, которые заменяют себе все, и ты как бы на этих салфетках выживаешь, а, за тебя привозят 30 тысяч вот RV с водой, туалетом, душем, твой личный, о господи, хороший, да, отличный алкогольный, всякий, господи, ну, гостиница, пускай непонятно, короче, не знаю, то есть, наверное, всякие лонмаски, приезжая так, а они там тоже есть, ну, то есть, я видела людей, которые, ну, просто, вот, чувак, там, владелец арткара, и который стоит, и говорит, я, ну, он там какой-то безумный, богач, все такое, ему нравится свой арткар привозить, он просто катает людей, и всех кому угодно позволяет, там, залезать, ну, видишь, Светке помогло, что был душ раз в два-три дня, ну, вот, видишь, есть, если я общественная, есть русская баня, я знаю, что на Бёрне есть русская баня, которая, как ни странно, люди говорят, тебе жарко, думаешь, нахрена тебе в баню, вот, ты заходишь в эту баню, там, тебе там парят, так по-русски, как положено, ты выходишь, и понимаешь, что тебе прохладно в пустыне, ради этого чувства стоит зайти, не кажется, я эту баню видела, но мы не зашли, а то мы были постоянно заняты, и вот, меня сейчас спросите, а чем ты занят, и ты такой не очень понимаешь, о чем ты занят, в целом, по поводу денег, кстати, я не знаю, то есть можно приехать очень дешево, зависит от того, везешь у тебя свой алкоголь, мы везли, но я бы сказала, что он не нужен, потому что есть куча места тебе нальют, это бесплатная история абсолютно, если ты пьешь, я вообще особо приехала не пьющая, поэтому это тоже была редкая история, мы потратили основные деньги на что? Мы купили велик, то есть если нету там палатки, всего такого, и тебе это не приводишь, ты тоже это покупаешь, велик мы купили, что-то долларов за 90, ну то есть мы купили бэушные велики, такие круизеры, я очень порадовалась, что мы купили они спортивы, которые вот так вот сидишь, а круизеры, это с прямой спиной, потому что иначе ты, у тебя жопа будет так болеть, и так, и как бы если еще спина будет болеть с плечами, то что ты постоянно ездишь, ты как бы не сильно порадуешься, ну дорогие кэмпы, это фу, это не диалоги Берна, я согласна, Света, мы с тобой вместе, да, да, вечно пьяные тем более, ну такое, ну я не знаю, я не могу сказать, что мы были вечно пьяные, потому что, я говорю, там есть куча активностей, которые тебе не нужно будет в измененном состоянии сознания, чтобы как-то там тусоваться, потому что есть куча кэмпов, я не знаю, ты приезжаешь, ты понимаешь, что люди танцуют, и их там диджей ведет, их танец, они говорят, найдите человека в толпе, которого вы будете избегать, но только чтобы он не понял, что вы его избегаете, и вы там начинаете перенамещаться, там и так далее, потом ты с кем-то, он говорит, поймайте какого-то человека, потанцуйте с ним, и узнайте что-то о нем в процессе танца, ну то есть там есть движуха какая-то, где нужно двигаться, если ты постоянно пьяный двигаться, мне кажется, не очень просто, вот, как-то так, что еще, что еще, по деньгам, блин, я не знаю, мне кажется, в совокупности, у меня самые дорогие штуки, это будет билет до штатов, ну, виза, понятно, билет до штатов, в районе 800, наверное, я из Китая летела, это не Синдерлеван, соответственно, смотрите, как у вас там, потому что до Сан-Фран, полет не до Нью-Йорка, что еще, ну, мне кажется, мы купили какой-то алкоголь с собой, мы купили какую-то еду, купили велики, купили там всякие спальники, бла-бла-бла-бла-бла, ну, за все про все, но мне кажется, еще тысячу долларов мы отвалили с лица, можно было дешевле, то есть искренне, реально, я сейчас понимаю, что можно было очень бюджетно скататься, то есть если ты особенно прям в штатах сидишь, то вообще, в принципе, как бы, ну, билет, да, некоторые билеты люди отдают бесплатно, ну, то есть, ну, да, так получается, просто как повезет, некоторые билеты очень не бесплатные, поэтому, да, это еще одна большая категория, на что стоит деньги отложить, если ты лишь волонтером, тебя кормят, ну, как бы, ты особо не паришься за эту историю, в 21 году поеду, а уже была, да, прежде, так, 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 информацию от всех, ну, да, на самом деле, одному тоже можно выжить, я видела людей, которые живут даже за пределами кемпов, то есть, ты просто едешь, там, до аэропорта, понимаешь, что просто пустынь, ничего нет, и просто стоят палатки, ну, на мой взгляд, это очень атмосферная такая штука, ну, в том плане, что это специфическая атмосфера, тебе нужно быть с компанией друзей, желательно, ну, либо ты настолько супер интроверт, что тебе прям супер комфортно, быть, я не знаю, там, в одиночестве, и тебе ничего не нужно, прямо никто тебе не нужен, ну, ты можешь в момент, даже если ты в кемпе, найти для себя моменты одиночества, я не знаю, уйти там просто в пустыню сидеть, но мне кажется, когда ты все время один, ну, ты пропускаешь прям очень много, прям очень много, поэтому я не знаю, я бы нашла какой-то кемп, который просто бесплатно тебя пустит, если не хочется там бабло, какое-то платить и так далее, и присобатиться к ним, хотя, блин, на мой взгляд, если ты еще достаточно, ну, коммуникабельный, у меня, например, так получилось, что в тот кемп, с которым я приехала, я с ним в итоге не тусила, я поняла, как бы не потребляю, мне очень тяжело их график наблюдать, потому что я как бы спать хочу, а они нет, они такие на вторую смену зашли, и я нашла себе кемп, который там состоялось шести человек абсолютно, они стояли прям на самой последней линии, очень близко к аэропорту, я случайно с ним познакомилась, когда я хотела полетать над Плаей, там есть самолеты, там есть аэропорт, который тоже построен на неделю, и там есть люди, которые трезвые, пилоты, которые приходят утром, ты с трех утра занимаешь очередь, они приходят в восемь, такие бодренькие, но он-то спал, в отличие от тебя, и такой, так, чё, кто летит, вы очередь со мной, ну там очень большая очередь, поэтому в три утра это прям правильное время, чтобы прийти и занять очередь и полететь в районе пяти, летаешь ты в итоге минут десять, но ты видишь весь город сверху, ты видишь людей тусущихся до сих пор на рассвете, блин, там в пустыне, которые танцуют, очень круто, еще очень красивые вокруг там горы, вот эти, в принципе, очень симпатичное место, вот, знакомиться круто, то есть ты можешь познакомиться, на самом деле, где-то вписаться даже в процессе, может быть даже с жильем, как тебе, как повезет, потому что мне тот кемп, ну, которым я вот таки прильнула, у них был RV один, там спал буквально один пацан, ну, чувак, да, который владеет этим всем делом, остальные спали в палатках на улице, ну, просто, чтобы не мешать ему, а RV они использовали для, там, ну, холодильника в основном, да, чтобы еда какая-то там лежала и так далее, потому что они прям готовили, причем всегда, когда люди готовят на бёрне, они готовят с излишком, что-то просто кладут снаружи, чтобы люди, кто проезжал мимо, такие, о, жрать хохота, ребят, ребят, есть что-нибудь просто, что-то хавали и уезжали, ты отдаешь в каждом моменте, это очень круто, и как бы, ну, я в какой-то момент просто поняла, что последнюю ночь, что-то очень холодно было ночью, я говорю, слушайте, можно я в RV залезу, посплю, он говорит, конечно, там полмашины свободной, просто залезла, в тепле, я доспала в будильниках, произвенел бы, встали, уехали, все, как бы вот, поэтому все можно, так, что за статья с основными тратами, опциональными тратами выйдет через месяцок, ну, круто, слушайте, вон, Светка говорит, статью пишет, поэтому вот, подписывайтесь на Свету, я думаю, что она сделает анонс, да, да, сделаешь же, ну, круто, соответственно, вот, задавайте вопросы, потому что я могу бесконечно сидеть, мне кажется, рассказывать, потому что я очень вдохновилась поездка, и я очень была бы рада поехать еще, я бы сказала, что это отдельный еще, ну, наверное, такой экспириенс, когда ты едешь со своим человеком, ну, со своей парой, потому что, ну, в моем случае, это было нереально, Леша сказал, что вы все сраные хипстеры, я никуда не поеду, это не моя тема, но в целом пара, которые приезжают, ну, кто-то женится там, кто-то, ну, простите за подробности, ты едешь посреди ночи, там, на велике, мимо арт-объектов, понимаешь, что кто-то лежит и, простите за подробности, просто трахается, ну, прям на полу, под звездами, ну, красота, но я бы на их месте положила хоть какую-то гирлянду вокруг, чтобы просто на них не наехал никто в темноте, ну, видимо, ребятам пофиг, нормально, кто-то прямо в кемпах женится даже без выхода в пустыне, потому что в Штатах есть такая, ну, история, что есть люди, которые получают официально статус, человек, который может тебя женить, ну, то есть, я таких двоих узнала, за время, пока я была там, которые могли поженить вообще, вот, я готов женить официально, все, разврат, я бы сказала так, Бёрна-то место, где ничего не происходит, если ты сам не захочешь, то есть, если ты хочешь разврат, его ездили найти, есть Орджи Дам, это отдельный кемп, где ты просто в Орге, ты приходишь, садишься, ну, я не знаю, по крайней мере, в описании так написано, я не доехала на них, они, ты приходишь, раздеваешься, смотришь на все происходящее, если тебе хочется, поучастие кто-то нравится, ты можешь вперед, у нас тоже был такой, в каждом кемпе по одному, кто женил, да, поэтому, как бы, если ты хочешь разврат, разврат будет, в остальном, если ты не хочешь, никто тебя не принуждает, я могу сказать, что там есть фрики, которые, ну, такие странные ребята, но я не видела никого, кто агрессивный, то есть, вообще никакой агрессии, несмотря на то, что люди, ну, много, большое количество, совершенно обдолбанных, я не видела ни малейшего момента агрессии, вообще нигде, то есть, вот драки в барах, нет, это не про мёрт, там любовь, красота, все такое, давайте расскажу, наверное, про святую, достаточно вещь, это храм, я помню, про него был отдельный вопрос, перед, собственно, тем, как я говорила, что будет прямой эфир, храм это место, ну, то есть, есть вообще две стадии, которые всегда, да, кочуют, они меняются из года в год, есть более-менее неизменный человек сам, который в итоге сгорает, да, там, он сгорает феерически, загляните ко мне в сторис, там видео есть, и есть храм, который стоит тоже поодаль, и это место, ну, я считаю, что это самое мощное место, которое я видела в своей жизни вообще, потому что это как храм, но без религии конкретной, туда люди любой религии, любой сексуальной ориентации, чего угодно приходят, никому не говорят, ну, лежите платочек на входе, и когда у вас мечтый, вам нельзя, то есть, этого говна всего нет, слава богу, извините, но ты приходишь, и ты видишь на стенах, прямо на стенах храма, люди пишут какие-то вещи, и там столько всего понаписано, там столько боли, то есть, в основном, люди пишут, ну, либо какие-то благодарности очень мощные, очень часто видят, ну, ты видишь какие-то истории, что человек обращается к тому, кто уже умер, да, там говорит ему спасибо, что мы там живы, у нас есть там ребенок, он растет, там, там, спасибо тебе большое, что ты там какие-то, ну, прям, не знаю, что ты принес в нашу жизнь, там, и так далее, и это прям трогает, я помню, когда первый раз поехала в храм, ребята, которые уже там были, говорят, слушай, во-первых, не едь, если ты собираешься потом как-то еще активничать, то есть, я бы вместе поехал бы вечером, там всегда играет человек на, ну, не всегда, там есть моменты, когда человек играет, сидит на пианино, и он играет не вслух, он играет только в наушниках, то есть, ты можешь взять наушники, надеть на себя, он будет играть тебе музыку, чтобы, ну, возможно, тебя не отвлекало какое-то пространство, и ты идешь, и ты понимаешь, что люди плачут, люди пишут, люди обнимаются, и это настолько максимальное принятие, я перечитала там на стенах столько всего, что в итоге рыдал час, и в итоге там товарищи, которые меня отправили, говорят, блин, ну, мы же сказали, ты будешь рыдать, тебя все обнимают, опять ты такой стоишь просто, это сердце открывается, то есть, это место, где открывается сердце у всех, абсолютно, и это, я не знаю, я не видела другого такого, то есть, в храмах, ну, да, ты можешь прийти на молитву, там, и так далее, здесь же, кто-то просто сидит там часами, кто-то лежит рядом, да, там, и чувствует энергию, и храм каждый раз вообще по-разному выглядит, это обычно очень мощная конструкция, и храм сжигается последним, то есть, есть расписание сжигания объектов, и как бы Burning Man, про то, что, в общем-то, почти все, что построено в пустыне, потом сжечь, не все, что-то уезжает, но много очень сжигается, и это очень странно, когда ты едешь, сначала у тебя там 400 объектов, арт-объектов в пустыне, и ты просто, да, и ты едешь, и ты понимаешь, что что-то ничего нет, как-то все пожгли, причем пожгли буквально за один вечер, и я помню, что когда сжигают человека, это что-то яркое, это прям такое, ну, у тебя прошла неделя в пустыне, у тебя столько экспириенсов, новых людей, и так далее, и ты так, и народ радуется, народ орет что-то там, и, ну, там, не знаю, фьерверк, все очень ярко, это сначала, потом, через день, город плавно умирает, все сжигается, народ очень быстро уезжает, многие уезжают уже после человека, то есть на седьмой день, и на восьмой день остаются те, кто остаются на сжигании храма, и в этом году, кстати, в храм, я покажу, такие вот штуки были, то есть ты мог брать деревянную штучку, это символ Берли Мэна, и люди писали прям здесь, там лежали маркеры, мне на маркере с собой, это написано, fuck your life, ну, как бы не продолбай жизнь, видимо, и так далее, и ты пишешь здесь, я писала несколько таких посланий, там, для своих людей, я не знаю, писала умершим, писала живым, и так далее, там, просила, не знаю, здоровье, чего угодно, то есть все то, что ты просишь там у Всевышнего, когда ты приходишь в храм, потому что ты чувствуешь, что там такой поток энергии, что месседж дойдет, там даже Децелу висели огромные плакаты, кто-то из русских, видимо, принес и повесил, потому что, ну, как раз в тот год он умер, и, ну, наше поколение это выросло, я так понимаю, более-менее, даже если там не слушали, но все равно там были, и ты вот это все приносишь в храм, там что-то на стенах написано, что-то на таких вещах, кто-то приносит какие-то просто артефакты, я не знаю, там даже одежду людей, там, не знаю, какие-то обувь, ну, какие-то символы даже скорее, это не выглядит как захламленное место, это выглядит как место с огромным количеством энергии, и в конце, когда оно сжигается, сжигается в полной тишине, и люди выпускают волчий вой, то есть это выглядит как трайб, и я не могу это объяснить, потому что все плачут, все одновременно, я сейчас говорю, и сейчас тихо, 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 надо успокоиться, короче, вот, короче, это очень яркое событие, и я знаю, что люди, кто первый раз едут, я очень рекомендую остаться на сжигании храма, но люди, которые там бывали уже много раз, многие уезжают, не дождавшись храма, потому что, ну, хотят уехать на высоте, да, там, без вот этого дауна, потому что, на самом деле, когда остаешься на храм, ты как-то, ну, в конце, что ли, ну, ты едешь очень в мыслях, я бы сказала, что я уезжала с Берна, ну, практически плача, у меня очень был такой эмоциональный overwhelming перегрев, да, и многие говорят, что первый раз это очень overwhelming событие, я приехала домой, мне мой, практически не узнал, говорит, что с тобой, а мне, ну, мне реально потребовалось, наверное, неделю, чтобы эмоции, ну, просто вернуть, вернуться в себя, было тяжело достаточно, вот, что еще рассказать, что еще рассказать, у нас, ну, во-первых, есть такая еще вещь, как apply a name, то есть, многие имеют некий, клички, многие тебе представляются не своим реальным именем, а именем play a name, мне в этом году, ну, просто попалось, что вот такую штуку я получила свою первую же ночь на Берне, ну, просто, не знаю, мне говорят, выбери цвет, отхожу, я говорю, красный, говорит, на, будешь фениксом, так что я феникс, если что, если кто будет рассказывать про феникса, это я, скорее всего, возможно, я там такая не единственная, но тем не менее, у многих, да, есть какие-то там play a name, все это интересно, чем еще? Я все-таки увидела, что я подготовила показать вам билет, билет выглядел вот так, тут ни хрена не видно, что написано, сейчас постараюсь вот так сделать, ну, короче, там даже не написано, что это Burning Man, но ты понимаешь, что это оно, это Burning Man, это метаморфоза, это была тема этого фестиваля, у каждого, ну, события, у каждого события такого есть определенная тема, ну, тематика, в этот раз это что-то там с галактиками связано, потому что в этом году с дрона сделали фотографию, когда все арткары, все блестящее подъехало к сжиганию человека и сверху-то сфоткало, это реально похоже на вращающуюся галактику, я, кстати, постила эту фотку где-то у себя там тоже в институте, можете полистать, посмотреть. Так, ребята, время вопросов, я что-то всего нарассказывала, про наркоту рассказала, все, что интересует, про деньги, ну, более-менее, да, светило по своему, плюс свет нам покажет, как это там, они говорят, собирает инфу, и на самом деле уже тоже куча всего понаписано на эту тему, есть прекрасный вариант поехать волонтером, я считаю, что если как бы есть время, я бы поехала волонтером, потому что, видите, как зарождается город, как он цветет и как он умирает, все уровни, это достаточно интересное мероприятие. Но единственное, я бы сказала, что у меня уже не четвертый день, уже болели легкие от количества пыли, несмотря на то, что постоянно в маске, если пыленая буря приходит, у тебя всегда с собой маска, у тебя всегда с собой очки от этой же бури, потому что иначе в глаза все замесет, и вода. Это вот три вещи, которые у тебя с собой, и ты на велике, офига тише там куда-то. Несмотря на это, ну, дышать немножко тяжело. Я и так в Китае живу, тут так себе воздух, поэтому, поэтому, да, было мне очень приятно. Гер, привет, Миша, мы про Burning Man. Сдавайте ваши вопросы, господа. Зато я больше раз время закончу, я что-то не секу, сколько там времени, кстати? Что-то мы в 12 утонули, мне кажется, уже скоро-скоро все это дело там подзакроется. Вот, так что, ты сам интересный пропустил, Миша, вот что я тебе могу сказать. Потому что, да, все развраты были рано. Не в 5 по Москве, в 12 по Москве. Что-то я не знаю. То ли я как будто наврала, нет, в 12 по Москве. Ну, ничего, я сохраню, я сохраню, но сюрпризы разыгрываю сегодня. Те, кто будет в сохраненном смотреть, не увидят уже. Вот. А, кстати, вон что у меня есть, это тоже штучка, которая, ну, ты просто едешь и собираешь прямо по дороге. Это, короче, вот такая деревянная крутящаяся вещь. Это человек, это написано Берси, ну, Black Rock City, так называется город. В 2019, и сзади тоже гравировка Black Rock City. Это просто чувак, который такие штуки делал, ты проезжаешь мимо, он тебе говорит, на, все, есть интересные штуки, там, где, не знаю, стоит ящик, просто нет никого рядом, ты подходишь, и они тебе, ну, там написано, что ты должен что-то положить, что-то забрать, ну, если хочешь. Ты смотришь, что тебе нравится, что-то забираешь, что-то с себя сбрасываешь, поедешь дальше. И там столько прикольных вещей, ну, то есть народ прям устраивает, чтобы это было интересно, какие-то приколюхи такие. Можешь усыновить, ну, усыновить, да, собачку, я не знаю, или кошечку, там, ну, людей, не знаю, мне кажется, пытаются пробудить в тебе какие-то эмоции на тему, там, любви к животным и так далее. Я усыновила собачку маленькую, такую игрушечную, потом поехала дальше. Что еще? Ну, я не знаю, ты проезжаешь мимо, люди, не знаю, режут одежды какие-то и говорят, вот, там, любая одежда, которая тебе подойдет, здесь все надо разрисовать, ты разрисовываешь какими-то красками на себя надеваешь и так далее. Мальчика? Этот мальчик у него усыновил. Вот, поэтому что еще интересно было? Есть какие-то, не знаю, а-ля бутики, ты приезжаешь, там, все, белое, неоновый свет, народ танцует, это большой шоу-рум и висят надписи о том, что ты можешь, а, во-первых, там есть стандартные краски, что опять же там разрисовать что-то, если ты хочешь, на лице или на одежде ли, и ты забираешь с собой все вещи, которые тебе понравились, я тут прекрасное количество классных шмоток вытащила. Поэтому я туда такую сумку увезла, что у меня уже не вмещалось, мне кажется, ничего, что я купила в Штатах. Так что вот. Я, кстати, бы совмещала, если бы ехать на Берн, ну, с какой-то поездкой по Штатам, но, наверное, после этого у нас все было грязно, даже то, что ты не носишь, все это в машине, все заносит песком, и мы, когда выезжали оттуда, мы просто взяли все эти охапки, мы перестирали все, мне кажется, в пять заходов, мы перестирали даже сумки, потому что даже в сумках вот эта вся мелкая штука, я не знаю, может было если GoPro постирать, я мой GoPro постирал, потому что там вот эта пыль, которая уведается просто везде. Вот. А, кстати, о птичках. Ладно, так и будет, покажу. Это тот подарочек, который я вам подарю. Это, ну, на самом деле некая реликвия с Бёрна, это та самая пыль Плаи, то есть это, ну, кусок пустыни, по сути, да, это та самая история, которая там, ну, для меня, человек, который там был, для меня достаточно дорогая вещь, несмотря на то, что просто там, как знаете, земля с России, примерно так же там березки и так далее, вот то же самое, это кусочек пыли из Плаи, и люди, я знаю, что некоторые, ну, которые там сильно девоутят вся эта история, они, когда сжигают там человека и так далее, они сидят на карачках и подбирают, я не знаю, ну, эш, да, то, что остается, когда сгорел человек или любая другая там какая-то конструкция, они берут, прям с собой нагребают, там, как, я не знаю, сувениры, как просто какую-то память, потому что это энергия, да, там вот эта энергетика, которая там была, и, кстати, я не знаю, как это объяснить этот феномен, но вот я просто веду сейчас инстаграм, стоит что-то с Бёрнен Вэна запостить, сразу это разлетается просто по всему интернету, потому что, ну, это некая утопия, это утопия на неделю, которая, ну, наверное, в реальной жизни невозможна, но не настолько полностью, и люди очень, кто там был хотя бы раз, они очень хотят туда вернуться, и они всячески ностальгируют, я клянусь, я тоже подписана кучей Бёрнен Мэн, пабликов и так далее, мне кажется, песок с меня до сих пор сыпется, если честно, ну, так-то, наверное, по большому счёту, ну, месяцок, ну, нет, неделю, наверное, в большом таком смысле, до первой большой стирки, потом, ну, уже так по мелочи, там, со всяких отдельных вещей вытаскиваешь и находишь, вот, но я просто эти паблики вижу, любой пост с Бёрнен, ты прям такое, такое ощущение, что ты теперь часть какого-то большого очень комьюнити, очень любящего комьюнити, я знаю, что эти комьюнити выносятся в жизнь, и люди потом, когда, ну, есть такое понятие как декомпрессион, это когда люди, ну, начинают после Бёрнен Мэн, и им становится плохо, что они возвращаются в эту жизнь там, где не всё так классно, как там, и, Витька, привет, Австралия с нами, и мы туда про Бёрн немножко беседуем, и ты понимаешь, что люди начинают воссоздавать эту атмосферу, которая была там, они воссоздают в реальной жизни тем самым, что начинают дарить, делать что-то, не ожидая ничего взамен, я не знаю, заботиться об окружающей среде, создавать какие-то арт-штуки, арт-объекты, бла-бла-бла-бла-бла-бла, не потому что им заплатят, а просто потому что душа открывается, и ты хочешь это делать, какие-то, кстати, арт-объекты очень, ну, отзывающиеся на реакцию, то есть ты можешь подходить, и тебе, не знаю, читают твои волны в башке, ты срочешь какую-нибудь хрень на башке, а тебе визуально показывают, что у тебя там в башке происходит, вот, да, и тело, и душа рвётся вот так, потому что зубы скрипят, это прям вот, вот, да, ну, то есть на самом деле это, ну, я понимаю, почему это из года в год всё больше людей привлекает, там действительно есть, что получить для себя в качестве просто раскрытия сердца, даже какого-то, даже люди, те, кто вообще не, там, не увлекаются веществами, и как бы, ну, в принципе любят фестивали, мне кажется, это вообще не про фестивали, я вообще не фестивальная бабёнка, да, это никогда не бывало ни на чём, ни на Казантипе, ни на чём, но это то место, где люди просто раскрываются с каких-то интересных для себя сторон, и ходят на какие-то активности, которые никак в жизнь, наверное, не пошли бы, будучи они там в себе, а тут у них какая-то атмосфера, там, где, ну, хочется, просто хочется как-то, там, что-то сделать вау, сходить, не знаю, на тантру, даже если просто это водная лекция, сходить там, впервые в жизни помедитировать, если ты никогда этого не делал на рассвете, сходить потанцевать на рассвете, там, опять же, или там, на закате куда-то, там, в центр пустыни, с людьми, которые ты не знаешь, но все очень open, причем ты понимаешь, что они с тобой не флиртуют, они просто открыты, и все, и это классно, и я видела там людей с детьми, я видела там людей, которым 80 лет, и они туда приезжают парами, и просто ходят, и наслаждаются тем, что происходит, и я видела там людей, которые disabled, которые не могут ходить, у них сделаны специальные микро-арт-кары под них, которые в виде краба, перемещающегося с ногами, в виде какого-то огромного барного стула, человек просто едет, сидя там на 4-х метровой высоте, ты на него смотришь, как он вообще не падает, а это специально сделаны вещи, с отдельный кэмп, который делает такие штуки, ух ты, милый, пришел на мой прямой эфир в первой жизни, ну привет, ну в общем, есть специальные вещи, которые, ну, позволяют даже людям, которые не могут сходить, сами, да, ходить, в общем-то, чувствовать себя абсолютно нормально на фестивале, и целый кэмп в этом помогает, и это классно, то есть некоторые люди сами что-то, наверное, создают, их что-то такое привозят, и есть люди, кто там с великами прикалывается, там на трехколесные эти велики, там двухэтажные, мама, в чем только нет, и арткары, которые, ну, ты сидишься внутрь, а тебя потом на огромную высоту выдвижная такая штука вывозят, чтобы ты мог посмотреть на все вокруг, и тоже владелец абсолютно спокойно говорит, залезай, ну, китар-ткаре, ты попадешь, потому что там, ну, люди только своих, по крайней мере, на сжигание, например, пускают, такие-то, говорят, люди, кто первый, тот прям, welcome, пожалуйста, пожалуйста, давайте, в этом плане все это очень называется, вот, такая штука, наверное, поэтому все сходят с ума, поэтому, вернули, наверное, да, мы все, как это, есть прекрасный мебель, вывешивала про то, что, как я думаю, я выгляжу, когда рассказываю про Burning Man, этот человек, который там, да, да, про Burning Man, все, ты как, ты выглядишь, как Иисус, да, что-то рассказываешь людям истину, а на самом деле, ты выглядишь, как сумасшедший, который такой на стенах там рисует, говорит, смотри, сейчас все будет, ну, в общем, да, наверное, мышка звучит как сумасшедший, поэтому, ну, на самом деле, я считаю, что это опыт вообще для любого человека, минимум раз в жизни стоит съездить, на аналог тоже, наверное, можно, но после оригинала, то есть я бы съездила сначала на оригинал, однозначно совершенно, посмотрела, как оно изначально, побуду, ну, побыть с этими десятью принципами, ну, там, которые все просто рассказывают на, как-то, ну, в соединении, да, там, self-reliance, так, ты полностью, ну, ты как взрослый человек нормальный, на себя полагаешься, при этом ты абсолютно радикально самовыражаешься, и понимаешь, что на самом деле границ нет, многие границы вот тут, и ты видишь на Берге, что если ты выкидываешь что-то, что тебе кажется, как же люди посмотрят, люди вообще не смотрят, я вообще плевать, то есть все на самом деле заняты собой, и это как бы с одной стороны, наверное, не классно, с другой стороны, это очень сильно расслабляет, и твои внутренние границы отпускает, думаешь, блин, а что я так напрягалась, ладно, все, я тоже буду релаксовать, ну, вот так, так что, это про Фиму на Бернинме, конечно, это, ну, про меня на Бернинме, ну, да, это мое субъективное, разумеется, я думаю, что если поспрашивать еще людей, я знаю, что, ну, там, есть очень маленький процент, те, кто остался недоволен, но я не знаю, на самом деле, что нужно быть за человеком, чтобы скучать на Бернинме, то есть, я не знаю, правда, потому что, ну, надо просто сесть вот так вот и сказать, я никуда не пойду, потому что все и так происходит вокруг, и проходят люди, которые просто тебя фотографируют, и потом высылают тебе фотки, и так далее, есть люди, там есть отдельное направление, там даже имеется какое-то слово, там, специальное, то есть, люди стоят фотографируются, особенно, там, не любят тех, кто там приезжает, модель такая вся наряженная, фоткается, есть явление, которое, ну, ко мне даже подходит котетка, давай, сделаем, если она не поняла, что, я говорю, что сделаем, говорит, блин, не успели, ну, что, что, жопу показать, или что-то, конечно, ну, там, сделать что-то, чтобы она потом посмотрела на фотки, и охренела, насколько это все было такое себе, ну, в том плане, что мы там поражали на заднем плане, было прикольно, ну, потому что комьюнити, оно, да, оно про это, то есть, когда все люди на одной волне, жопу натерли, кому, человек, который фоткался, ну, нет, в тот раз, по крайней мере, нет, так-то, может, натерли, слушай, там и так все натерты этим песком, не обязательно куда-то специально залезать, он еще такой, какой-то там щелочной, все разъедает, о, фотка с жопой есть, ну, видишь, меня, кстати, нету, к сожалению, то ли я не пользовалась успехом, потом, ну, видимо, за тебя кто-то веселый таки оказался, вот, на самом деле, пыль в том числе помогает, да, чтобы ты не сгорал, потому что, ну, я хоть и тоже загорела, приехала, но спасибо пыли, она спасала, но, хрен с ней с пылью, на самом деле, просто это как совет девочкам, если кто-то едет, и у них волосы чуть длиннее, чем, ну, вот эти волосы считаются длинные, и даже вот такие, мне кажется, уже тоже длинные, заплетать, либо собственные косы какие-то назад, либо вплетать какой-то искусственный материал, чтобы это там как-то прикольнее выглядело на фотках, чтобы совсем уж лысый не казаться, потому что, ну, иначе есть шанс это все не расчесать потом, то есть я в том числе ездила с косами, которые плела сама две недели дома, ну, мне было интересно просто это суть, поэтому такое, ну, крылья, да, 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 вот, так, ну, на фоне крылья в жопу, это прикольно, согласна, ну, такое, взрослые развлекаются, короче, давайте за вопросы, давайте вопросы, я, иначе, да, меня несет в одну, то в другую сторону, я все рассказываю подряд, что еще, кстати, интересно поспоминать, какие-то открытия, я, кстати, у меня было интересно открытие про себя, что, мне кажется, что, ну, мне казалось, что мне нужно очень много комфорта в жизни, чтобы мне, ну, было прям нормально, на самом деле, ну, из элементарного, мне нужно, чтобы еда была пять раз в день, иначе я голодная, мне казалось, что обязательно нужно, чтобы все молчали, заткнулись, и была супер темнота, когда я сплю, мне казалось, что очень много вещей про себя мне казалось, короче, это все неправда, я вообще забывала пожрать, я очень нехило схуднула на верн, и не просто потому, что я такая-то, что-то, конечно, конечно, приболела, я с баля только что, вот, занимая, конечно, соплю, сорян, за звук, да, но тем не менее, ну, то есть, говоря про верн, ну, я забывала есть, я один раз, мне кажется, в день вспоминала, что надо поесть, когда просто ты такой, кстати, хочется жрать, а то что-то холодает, начинает, а я еще не емше, я уже рассказывала, я спала, ну, то есть, просто там, где придется, по пару часов, там, по пару часов всям, ну, через какое-то время, конечно, поняла, что, наверное, крыльчатый часов, все-таки я спать хочу чуть больше, чем два в сутки, но такое, да, а что с туалетом? Да прекрасно все, биотуалеты стоят везде, ты просто приезжаешь, и они даже не вонючие, ты приезжаешь, все делаешь и уезжаешь, и там потом люди, которые, ну, там есть некая, есть некая инфраструктура, да, которая все это дело зачищает, как бы, и пустыня абсолютно в первозданном виде, ребята, мы, то есть это то, что не должно было быть в пустыне, любой там пластик, любая какая-то хрень, какой-то там дерьмишка, которая не должна была быть натуральным образом в пустыне, вычищается, мы лично в последний день, вот я с граблями ходила, вот так вот прочёсывала каждый сантиметр того, где стояла твоя палатка, и всего остального на предмет вот этих вот даже мелких-мелких частиц, поэтому пустыня вылизана, просто вылизана, да, и вам везде, ну, я видела одного чувака, который стоял в салп просто на РВИ, прямо снаружи, я подумала, что он не очень в соединении с принципами, пожурил его про себя, ну, как бы, ну, не надо так делать, ну, то есть там есть все условия, чтобы так не делать, то есть если бы в условии не было, это один разговор, ну, плюс у многих людей РВИ, которые за отдельную плату, там есть определенная, там, как-то, инфраструктура, чтобы тебе вывозили туалет из РВИ, потому что, ну, если ты ходишь, и душ принимаешь, и там туалет, и всё такое, прямо в РВИ, там есть определенная история, как это всё можно сделать, вот, такие пироги, что ещё рассказать, про открытие я вроде рассказала, ну, про то, зачем ехать, да, что ещё, что ещё, я, кстати, небольшой фанат электронной музыки, там в основном электронная музыка, но это неважно, потому что в какой-то момент там был симфонический оркестр песен Куин, и они играли прям в темпл, ну, прям в храме, ещё где-то, и мы что-то прям, тык-тык-тык-тык-тык-тык, прям пришли, и всё прекрасно, а, кстати, да, если рейнджеры принимают, это прям прекрасно, что с личными границами, где от людей прячутся, что с наркотой, Миш, ты пропустил про наркоту, наркота есть, но обязательно не вонючая, потому что, во-первых, это всё-таки штат Невада, и ты всё ещё, ну, под этой юрисдикцией, и как бы если завоняет, и будет кто-то в штатском рядом, а там такие тоже есть, у тебя очень быстро примут, и ты поедешь дальше, чем в Бёрнинг, куда-то не самое приятное место, где от людей прячутся, это пустыня, ты можешь спрятаться от людей где угодно, это просто так называемый фэнс, это ограничитель Бёрна, потому что там есть ограничитель, через который ты, типа ты не должен через него вылезать, но как бы там есть просто километр, где ты едешь, вот так едешь, и никого нет, ну, поэтому ты можешь, я знаю, что у меня есть подруга, которая ездила на Бёрну, это было очень плохое событие в жизни, она, ну, до этого потеряла человека там очень родного, и она ездила, ну, ей нужно было перезагрузиться, она просто уезжала вот в пустыню, сидела там по несколько часов, и люди как бы, когда видят тебя на Бёрну, что ты отдельно сидишь, к тебе обычно, ну, не будут подходить, они будут понимать, что ты в своём процессе, и когда ты заходишь, ты включишься, поэтому с личными границами, я тебе говорю, мне никто ни разу не нарушил мою личную границу, я, ну, если мне хотелось, ты как бы показываешь всем своим видом, что, а сейчас я танцую на шесте, и зашибись, где подходят люди, не лапайте, подходят люди, спрашивают, блин, где я научилась, научи меня тоже, я в итоге в каком-то баре учила чувака крутиться на пол, там, на полдэнс, да, вот на этом, он что-то даже, у меня что-то получилось, потом как девица упала, там, ну, было смешно, кстати, это был бар, где, прежде чем, чтобы тебе налили, ты выбираешь напиток, и с напитком связано какое-то наказание, и наказание, там, не знаю, тебе могут заставить залез на барную стойку, показать всем задницу, тебе какой-то другой подойдет, ударит деревянной херью по жопе, тогда тебе нальют, или ты должен, там, какую-то хрень, там, стрелять, не знаю, там, бросать топоры, там, что-то, или ты должен, я не знаю, что еще сделать, ну, какой-то херь, спеть, там, не знаю, с той очень странной пози, ну, короче, люди развлекаются, делают все, что было интересно, я не знаю, есть там двухэтажный построенный бар, сидят люди сверху перед баром, пьют прям все нормально, кто-то пьет прям в арт, есть, ну, есть кары, которые проезжают, и там сзади прям бар, и люди сидят, прям перемещаются и пьют, а есть, ну, трамплины, ты едешь на велике, и люди из бара начнут тарать, типа, ээээ, давай на трамплины, если ты проезжаешь в нем, они такие, ооо, а если ты проезжаешь, подпрыгиваешь на трамплине, едешь дальше, они такие, уууу, все круто, эээ, что там, эээ, туда же конвой грузовиков должны привозить и возить, эээ, что, в принципе, Burning Man, все прекрасно, если эти грузовики все это привозят и увозят, они, как бы, ну, все хорошо, но, как бы, а в чем проблема-то, ну, то есть, если все увезли в итоге, как бы, все нормально, ээээ, рассказать секрет красивой девушке, доказать, ты тоже была в этом баре, я вижу, ходили под ним, те же места мы не встретились, эээ, лифчик на балку под музыку повесить, тогда нальют, ну, тоже вариант, капитан, какой капитан, тоже, то есть, а, ну, не знаю, не видел капитана, короче, и что еще, был интересный кэмп, который, там был кэмп, который сирклс, сирклс, назывался там целый цирк показывали, мы туда, правда, не попали, туда можно на ужин записаться, бесплатно попасть, тебя там, во-первых, накроют и сервируют, и все такое, и так далее, есть кафешка, где сервируют те, кто вот только что пришел, у тебя там есть какая-то еда, которую можно сервировать, ну, там, что-то базовое, кто-то приходит садиться, то есть, сидит стол, какие-то официанты подходят тебе, сервируют, потом стол встает, уходит, те, кто были официантами, могут сесть туда же, например, и кто-то другой подходит, и начинает ее сервировать, то есть, ты можешь в кучу, в кучу ролей повыступать, там, не знаю, помассажировали, кого угодно вообще. Тебя так же помассажировали, мы уже там ушли. Да, у нас хоть пару минут осталось, ребята, да, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, прямо сейчас, потому что я уже часто, и так далее. Был классный камп, пока вы пишете, расскажу. Там тебе говорили, что мы можем создать вам любое чувство, ощущение, которое вы хотите, например, там, страсть, я не знаю, чувство детства, там, тра-та-та. И ты подходишь такой, I wanna, там, вот это. Okay, you wanna feel passion of your first night, бла-бла-бла, on the beach, we got you, это we got you, потом засел у нас в башке, напишка в том, что у нас один товарищ подошел, говорит, я хочу почувствовать ощущение, когда дождь, вот свежий дождь, он ну, как бы, вот, просто ощущение свежего дождя. Ну, они говорят, закрой глаза, открой рот, что-то там колдует под барной стойкой, как обычно. Ну, короче, человек вылез, ну, там, бармен вылезает, человек открывает рот, закрывает глаза, ему просто пульверизатором, просто в рот и на лицо. Ну, вот тебе свежий дождь. Я попросила что-то вроде там детского вспоминания, мне там какую-то такую кармельную штучку намешали, классную, то есть, что за фон? Да стена это моя дома, господи, меня же, кто меня еще стерпит в Китае с такой, с такой экспрессией. Вот, да, чтобы мне никто не мешал. Это плохой вопрос, Миша, давай нормальный вопрос про Бернинг Мэн. 40 секунд. Кому уходит приз? Кому уходит приз? Если сейчас ничего нового не накидывается, я сейчас выберу человека и все скажу. Так, 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 так. Ну, что было там? Про деньги всякие были там, тра-та-та-та-та-та-та-та. А что за эфир был? Так, мне очень, ну, там были полезные вопросы, мне кажется, для всех. От Funny Magpie. Это тебе. Я это тебе найду способ передать. А вам спасибо, что пришли. Всем пока. А тебе так.